Привет, город! В студии с вами я, Юлия Пегушина и команда Сигмы. Новости этой среды смотрите в нашем выпуске. Мы начинаем. Открывает наш выпуск коронастатистика. На Ямал поступило свыше 25 тысяч доз препарата «Спутник Лайт». Уже в ближайшее время вакцину распределят по муниципалитетам. Тем временем суточный прирост в округе показал 125 новых случаев заражения. Среди них 4 вахтовика, остальные новозаболевшие зафиксированы в населенных пунктах. Всего в больницах госпитализировано около 800 человек. 107 находятся в тяжелом состоянии, 45 пациентов на ИВЛ. Погибли 5 человек. В России за сутки около 21 тысячи новых зараженных. Кроме того, не стало почти 800 человек. Выздоровели более 20 тысяч пациентов. Возобновляет работу дополнительный пункт вакцинации во дворце «Спортозвездный». Предварительная запись на прививку от коронавируса больше не требуется. Поставить вакцину можно в формате живой очереди. Напомню, в городе открыты несколько пунктов. Находятся они в торговом центре «Солнечный», во дворце «Культура Октябрь» и в поликлинике номер 2. Чтобы получить доступ к дневнику самонаблюдения и сертификату вакцинации в личном кабинете госуслуг, необходимо подтвердить учетную запись доведения вакцины. Все боятся заболеть коронавирусом, но если болезнь уже настигла, остается только ждать, когда ты переболеешь. И, к сожалению, не всем везет перенести ковид в бессимптомной или легкой форме. О том, как лечат в Новом Уренгое тех, у кого болезнь приняла уже опасный для здоровья оборот, расскажем в сюжете. Я многодетная мама, у меня трое детей. То есть всякие, знаете, городские мероприятия, лыжи, тюбинги, то есть всегда спорт. У меня нет хронических заболеваний, и так тяжело заболеть. То есть все просто в шоке, как это, Катя, ты так. Я говорю, это не застрахован никто. Ни здоровый образ жизни, ни возраст, ни спортивное телосложение не гарантируют человеку, что он не окажется на больничной койке с диагнозом COVID-19. В Новом Уренгое для пациентов с коронавирусными осложнениями построили новый инфекционный госпиталь. И каждую неделю там спасают десятки жизней. Лечить новоуренгойцев приехали специалисты со всей России. Одна из них, Анастасия Худякова, приехала из Тюмени. Говорит, что отчаиваться не надо никогда. На ее практике выздоравливали люди с очень серьезными осложнениями. Об одной такой пациентке с поражением легких более 70% она рассказала нам в интервью. Она поступила к нам 14 июля. Поступила с высокой температурой, отдышкой выраженной. Начали лечение. К сожалению, произошло ухудшение. Возможно, это потому, что она была не прилита. Это пациентка Екатерина. В больнице она провела 23 дня, но начиналась ее история болезни как простое ОРВИ. Все стандартно. Вызвала врача, лечились дома, но симптомы не проходили. Я вызвала терапевта повторно. Терапевт уже, когда меня послушал, посмотрел, конечно, говорит, что-то у вас с легкими не то. Езжаете в приемное отделение. Мне сделали сразу КТ, обнаружили 28% поражения. Екатерину положили в больницу и начали бороться с болезнью. Но улучшения очень долго не наступали. Поражение росло каждый день. Врач приходила, настраивала, успокаивала, что вы не расстраиваетесь, вам хуже. Да, конечно, от этих слов поражение было 50-60 до 70 с половиной. Мы с ней были на связи 24 часа сутки. У нее был мой телефон, она мне всегда звонила. Подбирали лечение, консультацию с клиническим фармакологом, консультацию с заведующим отделением. Это постоянно происходило, поэтому достаточно тяжелое было течение, и лечение подбирали индивидуально. Многие больные не сразу осознают серьезность своего положения. Не хотят слушать врачей, соблюдать рекомендации. Но без включения самих пациентов в борьбу за свое здоровье надеяться на положительный результат сложно. Врачи, в свою очередь, тоже стараются не только лечением, но и словом помогать своим подопечным. Приходили и говорили, Катерина, нужно бороться, покушайте, пожалуйста. Утро, вечер, ночь. Даже ночью приходили, Катя, как там кислород? Есть пациенты, кто поступает, может, и 24%, они уже изначально настроены, что все будет плохо. То есть, если пациент настроен бороться, мы с Екатериной Алексеевной боролись вместе и все побороли. Проведя почти месяц в больнице, Екатерина пережила три серьезных приступа. Не хватало кислорода. Сложно было все время лежать неподвижно, все 23 дня. Но ведь от этого зависела жизнь. А когда болезнь наконец отступила, то снять кислородную маску и самой задышать полной грудью тоже оказалось страшно. Было страшно, когда врач пришла, сказала, Екатерина, садимся, снимаем кислород. Учила меня сидеть, стоять, немножко ходить. Было страх, как бы все у нас в голове, что я сниму кислород, а как я? Я сейчас сделаю шаг, два я, наверное, не смогу. Так постепенно началось возвращение к нормальной жизни. Но получить хорошие анализы – это еще не конец борьбы с болезнью. Победив коронавирус, пациенты начинают новый этап – этап восстановления. И здесь, конечно, тоже понадобятся и силы, и терпение, и позитивный настрой. Конечно же, тяжело дышать, когда много говорю, особенно громко, ну и когда много хожу. Процесс восстановления мы с вами здесь обсуждали. Да, мы будем на физической нагрузке, пока не даем, нам пока тяжело. Мы потихоньку, потихоньку будем физическую нагрузку, потихоньку восстанавливать. На одного врача приходится около 20 пациентов. О каких-то графиках работы и отдыхе речи просто нет. Сейчас в нашем городе наметился небольшой спад заболеваемости. И врачи просят горожан не расслабляться, а наоборот сделать все возможное, чтобы это небольшое снижение статистики превратилось в настоящий тренд на стабилизацию эпид-ситуации. А для этого необходимо соблюдать всем давно известные правила. Носить маски, мыть почаще руки и все же задать себе вопрос о возможной вакцинации. Юлия Демитрадзе, Феликс Рассихин, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Честный маршрут губернатора стал одним из самых заметных событий для жителей региона. Автопробег Дмитрия Артюхова привлекает внимание не только ямальцев, но и аналитиков. Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что почти 70% ямальцев следят за автотурне главой региона. Северяне уверены, что честный маршрут – отличный инструмент для решения многих задач в муниципалитетах. Так, к примеру, продолжая свой путь в Губкинском, губернатор пообещал местным жителям построить ледовый дворец. Объект планируют сдать к концу 2024 года. А в Муравленко благоустроят аллею. Там появится роли-дром для велосипедистов и скейтбордистов, а также множество арт-объектов. После традиционной встречи с местными жителями Дмитрий Артюхов на Красной Ладе X-Ray доедет до Ноябрьска. Правительство страны выделило еще больше денег на детское пособие. О какой сумме идет речь, расскажем в новостях короткой строкой. Правительство выделило еще 27 миллиард рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет. Эти деньги дополняют 250 с лишним миллиардов рублей на соцподдержку малобеспеченным семьям. Размер каждой выплаты зависит от того, насколько доходы семьи не соответствуют стандартам. Губернатор Дмитрий Артюхов занял второе место по активности в соцсетях. Такие итоги подвело агентство политических и экономических коммуникаций. За неделю глава региона публиковал 9 постов, 99 сторис и провел один стрим. Первое место в рейтинге самых медийных губернаторов занял глава Архангельской области Александр Цибульский. А вот тройку замыкает Наталья Комарова, возглавляющая ХМАУ. За строительством нового терминала в аэропорту Новый Уренгой теперь можно следить онлайн. Там установили круглосуточное видеонаблюдение. Руководство аэропорта объясняет такое решение тем, что объект имеет огромную значимость для жителей региона. Важно, чтобы ямальцы получали актуальную информацию о ключевых событиях строительства. Ссылку на онлайн-трансляцию вы можете найти на сайте аэропорта. Срок сдачи нового терминала запланирован на начало зимы 2022 года. Педагог английского языка из Нового Уренгоя получила звание лучший учитель России. Почетной наградой удостоилась Елена Сталинцева, преподаватель школы номер 16. Кроме нее, на всероссийском конкурсе звание лучшего учителя получили еще три ямальских специалиста из Салихарда, Приуральского и Надымского районов. Наши коллеги из Тюмени прислали нам уникальные архивные кадры из Салихарда. На восстановленных видеопленках целая городская ретроспектива – ямальская столица 60-х, 70-х и 80-х годов. Попали в кадры праздники ямальцев и рабочие будни. На старых видеопленках сохранились картины жизни одного из самых старых городов Севера в советский период. КОНЕЦ Близится к завершению дорожной работы на улице Железнодорожная. Рабочие меняют бордюрный камень, кладут выравнивающий слой асфальта, после чего уложат щебеночно-мастичный асфальтобетон. В этом году по Железнодорожной поменяют 420 метров дорожного полотна. Дорожники обещают сдать работы до конца недели. И еще о ремонтах в городе на это лето запланирована реконструкция фонтана в парке «Дружба». Сейчас там ведется демонтаж бетонного основания, планируется построить новую чашу. От старого фонтана останется только парус. В следующем году работы начнутся на территории парка. До разработки проекта пройдут общественные слушания, чтобы жители города сообща решили, какой должна быть «Дружба». Новорингуйка Тина Жук отметилась на показах в столице моды, а после запоминающегося путешествия вернулась в родной город. Мои коллеги пообщались с девушкой, которая оставила свой след в Париже и Милане, но не в качестве модели. Смотрим. Я находилась в декретном отпуске, и мне захотелось чем-то заниматься интересным, чем-то творческим. И, собственно говоря, долго я не думала об этом, сразу же мне захотелось профессионально стать визажистом. Желание творить появилось у Тины Жук еще в подростковом возрасте. Тогда белгородская школьница преображала своих и маминых подруг. По профессии я инженер-проектировщик, и как бы там строила свой путь, но вот как-то все так поменялось, и визаж это стало такое дело вдохновения. Хорошо совмещало. При желании все можно совместить, потому что энергии много, и когда ты занимаешься тем, что тебе нравится, у тебя очень много сил. Поэтому можно успеть все, даже при том, что у меня двое маленьких деток. Мне предложили в 2018 году принять участие в международном конкурсе Makeup Awards, который проходил в Милане. Я представляла Россию, я одна была участницей из России. То есть достаточно конкурс такой масштабный, масштабный, очень было волнительно, но была не была, я поехала, несмотря на то, что я достаточно очень такой была молодой визажист в плане профессионализма. То есть я только-только-только начинала, но решила рискнуть. Попав в пятерку лидеров, северянка обеспечила себе дальнейшее развитие в профессиональной деятельности. Тину начали приглашать на различные показы. Именно в тот момент девушка сделала свой первый серьезный шаг. Она приняла участие в неделях моды, которые проходили в Милане и Париже. И смотря на языковые барьеры и другие сложности, Новорингойка справилась, ведь рядом с ней покорять горизонт отправилась ее главная опора – муж. После успехов за границей в профессиональной жизни девушки наступила пауза – пандемийная. Пандемия отразилась однозначно на всех, не только на визажистов. Конечно, это определенные несет ограничения в плане, ну, какое-то время и мы меньше стали друг с другом общаться, но уже я не говорю о том, чтобы выезжать куда-то за пределы страны. Были запланированы определенные даты, мероприятия, но все сорвалось. Поэтому пока мы ждем каких-то изменений в фэшн-индустрии. В этой индустрии важно всегда быть в теме и не отставать от трендов. Вот и наша героиня оттачивает навыки при любой возможности. Последние два года тренды у нас не меняются, все так же актуально остается. Это лощенная, увлажненная, такая очень сияющая кожа, эффект поцелованных губ. То, что мы сейчас как раз и делаем нашей прекрасной модели. Ну и, конечно, актуально остается у нас в этом сезоне не графичные брови, а брови натуральные. За свой еще пока короткий путь визажиста девушка прошла более десяти различных обучений. Кристине есть на кого равняться. Среди ее кумиров Дарья Богатова, Ирина Митрошкина и Сердар Камбаров. Наглядный пример того, как надо добиваться поставленных целей, несмотря на обстоятельства, не зависящие от нас самих. Вероника Самошкина, Денис Галкин, телерадио компания «Сигма» для НУР-24. На Ямале, по всей видимости, зарождаются добрые традиции побед на соревнованиях по пляжному волейболу. На Олимпиаде в Токио пара из Новорингойского факела завоевала серебряные медали. А буквально на днях юные пляжники выиграли первенство России. О достижениях ямальских спортсменов смотрите в нашей рубрике. Пара ямальских пляжных волейболистов выиграла первенство России среди спортсменов 2005-2006 годов рождения. Андрей Квачко и Федор Сабаев не проиграли на турнире ни одной игры. Более того, ни одной партии. В финале представители факела переиграли пару из Санкт-Петербурга «Рычагов-Сивак» со счетом 2-0. 14-15 августа в Красноярске состоялись всероссийские соревнования по дзюдо. В турнире приняли участие более 100 дзюдоистов из 15 регионов страны. Надежда Ценолис, воспитанница спортивной школы «Арктика» из Ноябрьска, заняла первое место в весовой категории свыше 78 килограммов. Победив в финале представительницу Красноярска Ольгу Кравчук. Чермен Засохов из Таркас-Але завоевал серебряную медаль всероссийских соревнований по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. Турнир прошел с 13 по 15 августа в Краснодаре. В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из 10 регионов России. Чермен Засохов выступал в весовой категории 71 килограмм и проиграл лишь в финале. Кирилл Пермяков, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. А сейчас наш информационный блог продолжит программа «Патруль». Передаю слово Лале Гасановой. Она расскажет вам сводку криминала и происшествий за сутки. А у меня все новости к этому часу. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова